Вопрос был о милиции. Да, я хочу больше нечего отдыхать, потому что параллельно еще идет съемка в Цайкове. Ничего. И там надо трошить, смотреть, что происходит. Ну, и так я сказал, что... Вопрос был о том, что милиция тоже выступила на меня, показать мне, что они казали, ребят, которые заедали. Этого я еще как раз сейчас не говорил, а там мы перед этим говорили. Да, самым поразительным фактом было, что милиция не только не противодействовала и никак не защищала, не пыталась развести в сторону и выполнять свои функции по охране жизни, здоровья граждан, их прав, а более того. Товарищ моих сыновей Женя, он не относился ни к каким партиям, а вышел вместе с ними в самооборону, с тем, чтобы помочь мирным гражданам как бы разлететь, как я говорил. Вот он был задержан во время уже, когда из автобуса вышел, уже тоже хорошо надышавшись этим газом. Когда он стоял там возле автобуса на одном из видео, вот этом знаменитом 25 минут длиной, там видно, как в него в голову попадает кирпич, плитка эта мозаичная. Вот он, ну, сильно травмирован, но потом он попытался бежать из этого оцепления, его поймали, вот, и стали везти на подпамятник Ленина с тем, чтобы поставить его на колени на камерах, ну, московского телевидения. Вот. И нам удалось, мы буквально в спину толкали милицию с тем, чтобы она задержала нашего уже мальчишку Женю и увела под свою защиту. Пусть арестовывают, пусть разбираются там, но чтобы увезти его с этой площади из-под улюлюкающей и матерящейся толпы, которая жаждала крови. В конце концов, мы их туда дотолкали, это составило некоторое время, мальчишка уже был сильно избитый, вот, всеми желающими. Вот. И когда милиция его забрала и увела, мы, в общем-то, почувствовали спокойствие за него и подумали, что мальчик в безопасности. Однако оказалось на самом деле, после того, как он на третий день стал наконец-то говорить, к нему вернулась речь. Вот. И он рассказал о том, что вот больше всего его избили в милиции. Его допрашивали в городе милиции. Вот. Четверо человек. Один из них был в балаклаве, в маске. И вот он бил, старался как угодно. И по почкам, и по печени, и в голову. И вот, собственно, речь он потерял уже в милиции. Вот это вот ролик. Это один случай? Нет. Случай это не один, потому что мы... То есть, вот сколько эти все противостояния от лица, милиция ни разу никогда не задержала ни одного из роститушек, ни одного из гопоты, ни одного из гопников или из хулиганов. То есть задерживала всегда наших общественных активистов. Еще раз повторю. Ни разу у нас общественные активисты ни разу не поднимали руку ни на кого. Ну, это в крови или в менталитете, или в сознании общественников. Но этого никогда не было. То есть наш путь, это не путь силового противостояния. Что же касается милиции... Сергей, а камера идет, да? Да, идет. Да, продолжаем. Вот. А милиция... То есть даже сейчас, начиная... Вот ребята, которые уже поприходили в себя и выписываются из больницы, их забирают в ГОВД, и сразу же первые вопросы это, в каких партиях состоишь. Ну, и все, в общем-то, больше ковыряется, не спрашивает, кто тебя бил, при каких обстоятельствах, что ты можешь вспомнить, а начинает интересоваться, как ты попал на митин, кто тебя прислал, сплотили ли тебе, и, в общем-то, расследование идет против... против активистов общественности, тех, которые за Соборную Украину. Вот такая роль милиция. Что касается... Ну, мне кажется, смелый вопрос. Как формируются бригады, вот эти, вот, те, кто на противостоянные. Известно ли они, что-то там, например, еще в январе? Нет. У нас все митинги, которые раньше проводила партия регионов, они, в общем-то, никогда не инициировались снизу. Это всегда были, как бы, в приказном административном порядке. Рабочие, бюджетники, учителя, врачи, там, медсестры. Их выводили, они отстаивали. Ну, да, они кричали, наверное, искренне о том, что Бандера там не пройдет. Там всякое прочее. Ну, на тех митингах, естественно, не стоял лозунг за Россию. Вот. А все началось вот после событий в Крыму. Начало вдруг активизироваться, и типа поднялся народ. Я скажу, что это за социальный потреб, как бы, участников пророссийских митингов. Это, как правило, гопники, люмпы из спальных районов. Но большей частью даже из депрессивных городов шахтерских, в которых шахты не работают, жуткая безработица. Это Торез, Янакиево, Горловка. Вот. Это Авдеевка. Это Снежное. Вот. Но почему их стало так много, почему и кто их, как бы, организовывает. И здесь сразу вот вырисовывается, как бы, почему мы их называем, правильно было бы, наверное, называть их хулиганьем, люмпеном, гопниками. Но мы их называем Роскитушками, потому что это люди, которые руководят, как мы уже четко знаем, засланцами из России. Вот. Сам Губарев... Россияне руководят, направляют все они. То есть вот во время событий 13 марта я четко видел для себя, мог определить 5-6 человек, скорее всего, их было больше, те, которые, как бы, манипулируют этим митингом, направляют его, делают откат назад, либо, наоборот, усиливают агрессию. И все их движения, в общем-то, достаточно хорошо скоординированы. Более того, они в постоянном контакте с начальниками надрядовыми, которые, это, наверное, не высший милицейский состав, но, по крайней мере, это на уровне подполковников. Вот у них постоянный контакт с майорами был. Вот они договаривались, как кольцо держится, распускается оно или нет. И этим руководили, ну, в общем-то, это россияне, потому что это было слышно по говору, это было... В чем вряд ли на этом митинге, кроме говора, я не смогу сказать, но вот до того на других участников митинга они вычислялись легко. У них можно было спросить, который час, и они указывали время по своим часам. Два разница времени, они их не переводили. Что касается народного губернатора Донеччина, Губарева, то уже известно сейчас всем о том, что он прошлым летом проходил практику, стажировку в ваших там российских лагерях российского национального... русского национального единства, да, так их называют, баркашовцев. Вот. Потом вот вчера задержали некого худякова журналиста, на самом деле организатор тоже таких профашистских погромов в московских общежитиях. Вот. Ну, особо я его не изучал, думаю, что вам это не составит труда, разыскать все в интернете и узнать, кто такой худяков, ну и прочее. Были еще также опубликованы фотографии, сейчас не вспомню, в Фейсбуке и ВКонтакте обнаружили тоже людей, которые участвовали в наших донецких митингах, тоже из России, спины обколотые на спине, наколка в виде свастики. То есть, ну, просто как правозащитник, как человек-общественник, я четко знаю, это фашизм. Вот фашизм шел весь со стороны российского вот этого Майдана, антимайдана. Утверждать, что над ним стоит Левченко, наверное, можно. Почему? Потому что первый раз о Губаре стало известно, он обслуживал интересы, Левченко обслуживал его избирательную компанию, ну, ряд избирательных компаний. Сам Губаре владеет некой пиар-конторой, рекламным агентством, выпуски бейсбордов, ну и прочее сопровождение. Вот они работали в паре, и в паре работали, насколько, если я не ошибаюсь, уже, наверное, года 4, а то и 6. Вот в этом их контакт. Но поскольку Левченко заказчиком был у рекламного агентства, то, наверное, уместно говорить, что Губаре находился под влиянием Левченко. Хотя, думаю, что не Левченко давал ему гарантии безопасности погромов, захвата облах администрации, это уже, скорее всего, гарантия шли из России. То есть должен был быть кто-то гораздо больше покровитель, чем Левченко, человек из партии регионов, которая фактически перестала быть партией. Левченко это товарищ, ну, соратник или подмастерье у Бориса Колесникова, это более видная фигура. Борис Колесников, вы просто не знаете наших реалий, фамилий, а Борис Колесников является правой рукой Рената Ахметова, богатейшего человека Украины, самого крупного олигарха и одного из крупнейших на пространстве СНГ. Ну и вот таким вот образом цепочка. Алло. А нет, нет никакого затишья. Затишья нет, просто не проводятся акции. Вот мои три сына, которые участвовали в этой самообороне, и чудом уцелел. Мой младший сын, 22 года, он вернулся домой буквально, но вот, не знаю, стыдно это будет ему вдруг. Если я скажу, что он плакал буквально, он был невероятно потрясен, он сам не дрочил, на боксе не занимался, в отличие моих первых двух сыновей. Вот, и там был просто для того, что пошли все друзья, Женька пошел, братья пошли, он тоже хотел, как бы составить вот такую оборону этого митинга. Но он был в шоке, он был потрясен, и был, это, наверное, не то слово, но он был счастлив, что, как бы, он уцелел в этом побоище. То есть он прошел невредимо, единственное, подвернул ногу, когда ему поставили под носку, когда он бежал из этого оцепления. Вот, и сейчас я немного отвлекся, вопрос был... Вопрос был о том, Затишья ли я, что-то, что-то дальше. А, да.